Знаете, есть хорошая новость и плохая новость. Хорошая новость в том, что в Америке нет усталости от Украины. В Вашингтоне нет усталости от Украины. Да, здесь что поаплодировать, я думаю. В Вашингтоне есть усталость от украинского руководства. Можно поаплодировать здесь. В Вашингтоне нет усталости от Украины, есть усталость от украинского руководства. И, кстати, это не только имеет отношение к новой администрации. То, что в Вашингтоне не было усталости от Украины, можно с уверенностью говорить и в отношении администрации президента, бывшего президента уже Обамы. Есть очень важный момент, когда вы поставили вопрос, удастся ли Киеву наладить отношения с новым Вашингтоном. Вот здесь есть проблемы. Потому что, к сожалению, и уже коллеги некоторые говорили об этом, первое впечатление было испорчено. Я хочу напомнить, есть популярный сериал «Карточный домик», и вот Фрэнк Андервуд, главный герой этого сериала, одно из его выражений, которое очень мне нравится, что у первого впечатления нет второго шанса. А вот первое впечатление уже было испорчено. Испорчено еще во время 18 месяцев предвыборной кампании. Испорчено тем, что, как некоторые коллеги говорили, министры, премьер-министры, бывшие премьер-министры, говорили о том в уничижительном личностном, в плане о одном из ключевых участников президентской кампании. Но одно из выражений политический маргинал, если я не ошибаюсь. Но еще очень важный момент, который, как бы, я думаю, мы можем много говорить о том, о церемонии, как это все происходит, но я хотел бы повернуть это в Украину. 45-й президент Соединенных Штатов. В Украине 5-й президент. Всего 5 президентов. Вот если у нас сохранится эта должность в будущем, и когда, давайте подумаем, когда будет 45-й президент, если он будет Украиной, приносить присягу, то как будут вспоминать о 5-м, 4-м, 3-м, 2-м, 1-м президенте? Что будет в головах людей? Я сам себе задал этот вопрос и прочитал инаугурационную речь, инаугурационную промову президента Петра Алексеевича Пурашенко. Это было 7-го червня 2014-го года. Кто хочет, я думаю, важно прочитать, особенно поревняться и потом задать себе вопрос. Вот три речи, которые кидаются в очи. Первая, она относится дипломатии, тут про это говорили. И президент Порошенко тогда сказал, что он использует свой дипломатический опыт, для того, чтобы добиться подписания нового международного договора, который пройдет на замену Будапештскому меморандуму и надасть реальные прямые безопасные гарантии щодо территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Чи имеем мы этот новый международный договор после трех лет? Не имеем. Другая обещанка, которую уже, я думаю, все знают, какая это обещанка, но там была конкретика, что с сечня 2015-го года украинцы смогут подорожать до Европейского Союза безвиз. Реакция справедлива. Но, Григорий, согласитесь, со стороны Украины для безвизового вопроса было сделано все. Колоссальная работа была проведена. Сейчас мяч на стороне европейцев. Министерство иностранных дел очень много сделали. И третья, такая обещанка, ну очень, это знищить коррупцию. Это знищить коррупцию, как основной индикатор, который подтверждает, что жизнь по-новому началась. Вот, думаешь, что когда мы говорим про Трампа, действительно, он не вкладывается в шаблоны. Действительно, нестандартная людина. Действительно, людина в 70 лет, до речи. Ему 70 лет. Обаме 55. Он стал президентом в 70 лет. Это самый пожилой... Это самый взрослый, скажем так, президент, который вступает на пост в Америке. И в данном случае говорят, что так, он как-то небезопасный. Что-то такое. Действительно, речи, которые он говорит, складно вкладывать в шаблоны. Но в тот же час говорят, все эксперты, что есть система сдержек и противовеса. Есть Конгресс, есть эксперты, есть кабинет, который будет это сдерживать. Вот я опять... То есть, все-таки Америка выбрала не царя, который будет править единолично. А в Украине есть система сдержек и противовеса? Нет. Есть ли в Украине парламент, который может... Григорий, вы начали с этого, я могу ответить вашими же словами. Америка избрала 45-го президента, а у нас сейчас, на сегодняшний день, всего лишь пятый. И последнее, как говорят американцы... Очень коротко, пожалуйста. Я думаю, те коллеги, которые внимательно всматривались в кадры инаугурации и пытались там отыскать, а есть ли там Юлия Владимировна Тимошенко, потому что очень много средств массовой информации, телевидение и некоторые издания написали, что Юлия Тимошенко там уже, что она ходит и встречается, и ее там не увидели. Дело в том, что Юлия Тимошенко, Григория Немиря, наши коллеги, мы не планировали принимать участие в этой инаугурации, потому что это не принято. Это не дает никакой возможности реального диалога и реальных контактов. Но это еще раз подсказывает, насколько иногда некомпетентно, это если очень так, по минимуму, а насколько иногда сознательно вбрасывается такой так званый компромат для того, чтобы внутри политических целях каким-то образом ущемить оппонента. Спасибо.